Я хочу задать два вопроса аудитории. Пожалуйста, посмотрите на первые два слайда. И в конце своей презентации я вернусь к этим двум вопросам. И мы посмотрим, одинаково ли мысли-то работают китайские и российские онкологи. Первое. Какие молекулярные биомаркеры должны исследоваться у пациентов, которые страдают метастатическим колоректальным раком? Должны ли мы сосредоточиться на разбрав, на разбрав МСА, МРА, разбрав и так далее вы видели? Или думать о новых поколениях панелей? Второй вопрос, который касается уже ДМРР пациентов, которые достигают полной ремиссии клинической. Сколько их лечить? Как долго? Антителами ПД-1 год-два года до прогрессирования заболевания? Или это невозможно? То есть еще раз, когда у пациентов с метастатическим коллатеральным раком, с дефицитом ММР, достигается полная регрессия, как долго их лечить? И теперь о нашем случае. Синхронизированные, параллельные два первичных рака у пациентки. Сейчас мы поговорим об этом. Это женщина, 55 лет. КОК 0, БМА, индекс массы тела 19.2, гипертензия в анамнезе. Но есть семейный анамнез у отца. Рак желудка был, когда ему было 40 лет, и был рак желудка также у дедушки. И мы наблюдали у нее рак желудка, рак гастроэзофагиального перехода. И она попала в клинику местную. Два месяца ее исследовали. И в верхней части ее живота образование нашли. Это 2019 год. Верхний отдел желудочно-кишечного тракта. Это эндоскопическое обследование. Опять же, на месте все в госпитале. И выявляется также повреждение области ГЭП. Колоноскопия делается. Огромные изъявления. Неоплазма образования. Также в прямой кишке. Масса 6-8 сантиметров. Выше края ануса. Биопсия показывает, дифференцирует аденокарциному. И вот что мы видим с точки зрения мутации. АХС. Ректальный рак показывает. Верхняя красная строчка. И ГЭП. Также мы видим. ХР2, например. PMMR. Вы видите плюсы и минусы. И мы помним, что у нее семейная история неприятная. И мы думаем о синдроме Линча. И мы видим, когда мы видели таких пациентов, в Китае мы делаем соответствующие, используем соответствующие биомаркеры, проводим соответствующие анализы. И вот что мы увидели в данном случае. Мы не всегда ожидаем найти то, что мы увидели в этом случае. У нас очень опытные патологи. И мы не думали, что мы в области ГЭП найдем PMMR. Но, тем не менее, это имело место. И мы это сделали все равно. Было КТ проведено с контрастным усилением. То, что происходило в области желудочно-пищевого перехода. ГЭП клиническая стадия была СИТ-2Н0. И что касается ректальной зоны прямой кишки, мы увидели такую картину. То есть у пациентки два рака по существу было. Подтверждено на ПЭТ. То есть, к сожалению, было затронут не только желудочно-пищевой переход, но и прямая кишка. То есть две опухоли. Мы проводили дискуссию очень глубокую, рассуждая, как лечить эту пациентку. То есть карцинома желудочно-пищевого перехода. И кроме того, локальный, уже местно распространенный рак прямой кишки ЦТ-3Н1МО и дефицит ММР. И рак ГЭП был операберный. Но нам нужно было думать о достижении соответствующего хирургического края. Мы думали о торакотомии. При этом ректальное повреждение находилось в более дистальной части прямой кишки от срединного к дистальному. Вот такое расположение. Мы думали о АПР. И, как я сказала, подозревали синдром Линча. Мы рекомендовали иммунотерапию, химиотерапию системную с учетом ситуации с пациенткой. И посоветовали генетическое консультирование. Мы решили, что будет полезно провести такое сциклинирование для этой пациентки, для выявления генетической ситуации. И мы хотели точно определить вот эту мутационную нагрузку для этой пациентки. Поэтому заговорили о генетическом консультировании. Пациентка не хотела. И тем не менее мы настаивали именно потом, объясняя, что поскольку у нее был ММР, явный рак и другие мутации, как мы показывали, мы настаивали на генетическом консультировании и химиотерапию. Также планировали. Итак, что же мы провели? Антитела антипеда-1, бивоцизумак и капиокса. Пациентка получила 4 цикла системной терапии достаточно успешно. Не было очевидных нежелательных явлений. И по окончании мы получили вот такую картину справа после лечения, слева до лечения. После лечения оценка приведена естественная. Картина результата эндоскопического анализа, гастроскопия, колоноскопия. Вы видите, что желудочно-пищевой переход изменился таким вот образом после лечения, а также прямая кишка уже дает другую картину. Мы думаем, что она достигла очень хорошей ремиссии. И мы провели после лечения повторную мультидисциплинарную дискуссию. Наши хирурги думали, что нужно было уже прибегать к операцию. Мы рекомендовали этой женщине продолжать лечение антителами, бевоцизумабом, капексом. То есть та схема, о которой мы говорили. И таки она лечилась в течение года. Потом из-за начала ковида в Пекине она вернулась в родной город для продолжения поддерживающей терапии. На эндоскопии в мае 2020 года не было обнаружено повреждений. В 2021 году в январе КТ провели. То есть, как вы видите, ГЭП свободен от каких-либо повреждений. И мы можем сравнить КТ изображения до и после лечения. Я думаю, что этот случай очень интересен. И я вернусь к своим вопросам. Первый касался молекулярных биомаркеров. Какие молекулярные биомаркеры вы исследуете при метастатическом каратеральном раке? Вот, наверное, мы так бы поступили в Китай. Красным помечено. Это РАС, БРАВ-гены, МСА, МРР и ХЕР-2. Микросателитная нестабильность. И мы можем именно иммуногистохимию использовать сейчас. И мы рекомендуем тест на ХЕР-2 также. Глупоуважаемый профессор, в России 76% проголосовали за третий вариант. Мы совершенно аналогично рассуждаем вместе с китайскими коллегами. То есть это второй вопрос. Открытый вопрос, я думаю. Наша клиническая практика показывает... Вот те пациенты, которые лечатся антителами ПД-1. Если мы говорим о клинической ремиссии полностью, но мы думаем про два года терапии, мне интересно, что скажут российские онкологи в связи с таким типом пациентов. Да, профессор, за вариант А проголосовала 10% за один год. За вариант Б за два года 20%. И большинство, 60% проголосовало до прогрессирования заболевания. И еще 10% максимальная продолжительность иммунотерапии неизвестна. Но большинство проголосовали до прогрессирования. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...